приветствую всех друзья мой игровой никнейм evilgranny давно не было видео где играют три боя в лайф режиме на очереди 121 и хочу сыграть на нем сейчас показать вам что за танчик озвучивать свои действия в бою все как обычно сразу скажу это у меня стоит ремоделинг ссылочку наверно в описании оставлю на скачивание этого ремоделинга пройдусь быстро по модулем играю с вентиляцией и играю без доппайка вообще еще немножко экспериментирую не пришел какому-то определенному набору модулей и расходников с которым буду кататься всегда вот поэтому сейчас катаюсь два боя вот с такими как бы расходниками потом попробую поставить вместо аптечки доппайок посмотрю как с ним будет играться потому что мастер на все руки у меня есть но насколько я помню я его убирал потому что очень сильно критуется здесь экипаж примерно так как на 260 вот но посмотрим в общем посмотрим теперь к бою три арты правда карта городская стандартный бой вот но три арты поеду в город сразу в центральный дворик обычно от него отыгрываю три гриля у них есть и они скорее всего там на первой часть встанет кто-то может здесь кто-то может зеленку будет как-то зеленку будет как-то отыгрывать в общем надо заехать в город аккуратно посмотреть разъезд что да как когда без доппайка 792 при альфе 440 это очень круто на самом деле сто двадцать первый чем хороший по сравнению с остальными ст 10 естественно альфой военно здесь не какущие принципе кроме там брони башни и у венов особая живой его военно в горе и альфы особо жестких преимуществ нет также отличие в том что здесь основной снаряд бэшки 258 это с одной стороны плюс но с другой стороны спорный потому что пробитие меньше чем да уже ну как бы грели контрят все просто приехал на ту позицию приехал на позицию на которую не должен был успевать приезжать никто так сейчас пахнуку можно дать будет если он доедет таки 390 прошло всего лишь кстати здесь арта частично прокидывает 510 неплохо рта частично прокидывает поэтому надо опасаться немного хомяк едет но закрывает мне блин он опустил орудие на все равно как снаряд в него попал странно вообще горели по моему тоже в эту сторону проезжает поэтому возможно сейчас гореть будет цель 140 уже спины заходит на его там бы за отъехал контрить правда там я поза еще есть сложная ситуация они как-то агрессируют на этот твой за снова немножко перекрывает и чуть было не подставился подъехать за печальная ситуация на самом деле нас тут загоняют как могут я поза этого никто не контрит я еще частично под артой ст езжать назад тоже не могу сзади там и с 7 контрит и уехать не могу потому что я позе сейчас все это за когда можно выходить давать зарядил уже к муле кстати к муле здесь хотя и хороший 340 пробития раньше помня не вообще имбовые были 4 400 пробития был не подставился сзади нужно ждать ждать встречать я позе не отдавать как бы позицию тому же он побаивается за так сильно отъезжать в лд к сожалению полетела на 525 в рубочку неплохо пока что с этим буду дальше продолжать танковать и танковать аккуратно расстреливать его ну сейчас с удовольствием поджался а ну как же он мне уже который раз мешает этот в за встает не там где нужно точнее там где не нужно возможно сейчас хорошим вариантом было бы ворваться но просто я не знаю что это такое было как гриль в нужный тайминг выехал чтобы чекнуть сюда чекнуть именно меня я не не помню ломал ли я там что-то или нет но если да то все понятно в принципе и 7 скорее всего будет выходить просто убивать меня то что потому что может себе позволить а подставился под гриля да знал что здесь можно мог может целить но к сожалению подставился в застка сквозь стайпу пытался меня прострелить в общем странный момент был с грилем вы с именно с выездом я долго стоял чекал никто не выезжал и тут в один момент но возможно это просто совпадение конечно может быть не стоило так поджиматься но поджимать вообще в целом хороший потому что я мог спокойно вот этих убивать и если бы в этом меня сзади не напрягал то все было бы хорошо наверное во всяком случае я ехал сюда когда у меня было там тысяча плюс хп и и не рассчитывал что гриль меня прострелит в проезде но получилось как получилось в общем перемотаю вам бой чтобы вы не ждали и перейдем уже дальше поедем в следующий так бой закончился поражением гриль почти затащил но немножко не получилось итоговая два гриля вражеские затащили который один который меня убивал и один который базу потом забрал нанес я 4000 урона практически 3900 ладно в целом бой был неплохой если бы еще вот гриль меня на перекатке не поймал было бы все гораздо приятнее так на этот раз открытая карта то есть на городской карте 121 чувствует себя неплохо за счет альфы если там попадаешь на каком-нибудь 140 на городскую карту или на леопарде даже у леопарда и тоже более-менее альфа 390 но все равно как ты чувствуешь себя не очень комфортно когда попадаешь на 121 на городскую карту дискомфорта не испытываешь вообще как раз таки наоборот тебе не нужны особо увн и ну редко где на городской карте нужны хорошие углы наводки вертикальные и в принципе это такое такая городская стэшка которая может быстро перемещаться по городу с хорошей альфой с хорошим дпм и когда я попадаю на 121 на городскую карту мне очень комфортно играть на открытой немножко по другому потому что все таки точность не самая лучшая не как у других ст вот но в целом я бы не сказал что она какая-то там плохая вполне сносно и играть тоже можно вот ну собственно сейчас посмотрим что по бою 2 арты штурм в штурме в атаке всегда надо ехать налево сначала мог постоять покемпить но во первых углы недостаточно хорошие чтобы там комфортно стоять кемперить во вторых светить кому-то тоже надо и и лучше я сейчас на 121 на более-менее танки с бронёй буду подсвечивать нежели кемпить к тому же побыстрее сближаться с противником тоже полезно на этом танке за счет того что есть дпм за счет того что не очень хорошая точность никого здесь не оказалось так такое часто бывает в принципе то есть что нить выцелить там одна башня из от третьего да и пробить сложно дружка как-то здесь непонятно действует а 44 я так понял в реке пока что здесь потусуюсь возможно получится сейчас пару шкидать или еще по кому-то да и с 3 пытается пробить но у него не особо это получается порушке не получилось выстрелить сейчас по ИСу третьему дам наконец заходит урон так и в принципе дальше здесь стоять перестаивать сейчас секунду только вот этому ИСу третьему тоже обнаглевшему дам который вылез из своей бойницы сейчас обратно в нее будет залазить может быть нет не зашло дальше здесь стоять особого смысла нету кемпить буду уже вот как 90 проезжает по центральному мосту всегда здесь обычно разыгрываю через центральный мост вот именно хотел уже постоять зарядить кумули и попробовать добить этого ИСа третьего обычно всегда разыгрываю потом через центральный мост через него играть удобнее всего потому что можно по нескольким направлениям стрелять в целом у них уже умерла третя же одна ИСТ и мяса не особо много осталось хорошо что он сразу не нырнул из-за этого я смог ему дать урон в принципе счет 90 его возможно заберет да и если эмиль один там один то можно и поехать с ним пободаться хорошо ну с неполной сводкой зашел урон это он меня засветил наверное он продолжает сюда смотреть или или что почему он до сих пор светится очень долго светился возможно это его ИС-3 светил буду через домики как-то стараться поджиматься сейчас чтобы пострелять во-первых по спинам этим но мне не нравится единственное что хэвик то что не светился я не знаю где он сейчас находится даже приблизительно и он просто может ну бывает когда проигрывают люди да даже когда не проигрывают просто упарывается ну потому что поджатый танк легко попадать пробивать вот а на хэвике это важно что попадать и пробивать не всегда получается так я думал он стоит за заборчиком за каким-то и типа я его сейчас очень легко попадаю и пробью видимо он не за заборчиком стоял за рельефом каким-то непонятным возможно хэви стоит в нуле но это не точно а сейчас полетела тоже низко но добил непонятный короче рельеф там здесь можно попробовать по 62 что-то выдать имель один сзади но не особо не страшен там с ним союзники будут сражаться здесь ну видимо да хэви где-то стоит на первой линии вон он как раз таки и не понимаю куда он хочет поехать возможно по мне будет стрелять смотрит в мою сторону смотрел точнее в целом немножко подсвечиваю немножко пытаюсь пострелять возможно сейчас получу свертухи от него но это неважно улдэск пытается мне прострелить в принципе ей должна быть видна только моя башня и я сейчас просто уже возьму и поеду но потому что могу хорошо получается с подпалом возможно хэви будет выходить на меня от рельефов но мне не особо же страшно конец боя а у него и хп нету совсем не совсем не заметил что по моему за свету ему залетело много урона и тут остался одна аутдеска и с сом третьим из 3 видимо здесь или нет нет уехал тоже туда пускай стреляет в принципе мне не жалко тут уже надо наносить урон ну в конце за счет дпм а тоже хорошо танк реализует себя то есть вот в конце на легке полторы тысячи еще дополнительные дал в целом неплохой бой получился достаточно интересный разбирали такой девчик небольшой который они нам устроили 3700 на света хоть я играю без оптики у меня обзор 428 всего но на свет был неплохой давайте попробую поставить допаёк скатать боёк с ним чтобы почувствовать так сказать разницу в целом должны улучшиться все ттх главное что главное что улучшится это обзор то есть у меня обзор теперь больше 445 метров это уже неплохо вот и ну плюс к этому стабилизация дпм конечно все все в совокупности улучшится на сколько там на 10 ну на самом деле на пять процентов вот но к стабилизатору к боевому братству вентиляции к боевому братству неплохое такое подспорье то есть в сумме улучшаем характеристики на 10 процентов все вместе вот и посмотрим как сейчас это будет играться будет скорее всего арта будет кидать скрытами и членов экипажа такое бывает особенно часто здесь если пробивают башню критуется наводчик башню пробивает тоже довольно таки часто если заряжают куму когда я изменилась уже 759 стало уже еще приятнее да с альфой 400 да с альфой 440 иметь перезарядку семь с половиной секунд очень хорошо дпмчик тут в районе советских эстэшек но при этом реализовывать его легче за счет альфы но сложнее за счет но сложнее за счет увенов 263 подставил борт специально ждал пока он это сделает сейчас следующим надо было уже заряжать кумуль я немножко не предусмотрела думал он заедет все таки за камень но он не заезжал не знаю стоит ли он там еще попробую еще один кумуль стрельнуть мне в принципе не жалко может быть хотя бы один пробил но это на это я не рассчитываю сразу по карте видим кстати забыл вообще про сетап что сказать сразу на мини карте видим то что приехал сюда много танков достаточно так это кстати со мной попал левик из LST тоже хороший очень игрок в 7 place помню играл в принципе здесь мы можем давить единственное что сейчас арта будет простреливать в проезд в этот но хорошо что она по мне не стал стрелять уже заряжаю обратно ББшки потому что здесь некого особо кумулятивно стрелять заряжал под 263 не стоковый за 120 не особо страшный с под пальчиком в левую часть корпуса выстрелил тут со мной рядом катаются барабанные танки поэтому так заряжу кумулис сразу следующим все равно пока буду приезжать со мной рядом катаются барабанные танки с тех и бок уже умер и сложно наносить урон как бы у них воровать вот поэтому еду тороплюсь пускай даже буду принимать какой-то лишний урон но может быть чуть побольше смогу нанести кумуля 340 позволяют семерку легко пробивать вообще щеки даже не под самыми выгодными углами так и тут в принципе еще достаточно урона можно настрелять полетела так хорошо вроде бы да но не зашло еще много можно урона настрелять еще если первый фуловый здесь в принципе тоже эти танчики фуловые обратно сейчас на ББшки перезаряжусь ой как получилось так ну сейчас я без мехвода но это не особо страшно не в командирочку да как я и говорил наводчика контузер но вот она она игра без аптечки вот она игра без аптечки собственно первым шотом мне снимают наводчиков точнее мехвода вторым наводчика надо было наверное зарядить фугас ну тут я уже просто нагло ехал то есть ну ничего страшного то что я принял урон нанес дополнительные 468 и в целом бой неплохой получился хоть он и казалось бы турбобой да мы очень быстро всех снесли но даже в таком бою он успел настрелять то есть не каждый танк успевает в таких боях настреливать 121 может 121 хорошо справляется ну вот как собственно поставил я доп боёк и сразу мне снесли по экипажа поэтому останусь наверное с аптечкой конечно даёт это в свою прибавку главное что обзор даёт но наверное того не стоит к тому же если там не потеешь на какие-то результаты большие 4300 среднего урона за три боя получилось 5008 за это дали там на света было неплохо в целом без каких-либо резервов поформил но это потому что у меня закуплены на складе эти расходники поэтому я за них особо не плачу вот такой 121 спасибо всем кто смотрел ремоделинг в описании будет ссылочка на скачку ремоделинга ставьте лайки пишите комментарии и пока пока подокон подкакивайте 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 Субтитры создавал DimaTorzok